песни. И сегодня у нас в гостях удивительные гости из соседнего, можно сказать, Наукограда, город Обнинск. Это особенно приятно, потому что это первый Наукоград России. Мы тоже из разряда первых, да, в Обнинске такая тема, что мы первые, потому что и атомная энергетика, первая атомная станция, первый Наукоград. А мы тоже, у нас ускоритель, можно сказать, ну пусть не самый первый, да, но самый мощный в то время, когда создавался наш город. И мы тоже Наукоград. И поэтому мы особенно с симпатией относимся к Обнинску. У нас есть такие взаимосвязи дружеские во многих отношениях, и библиотеки дружат. Поэтому очень приятно, что к нам приехала сегодня гостья из города Обнинска. Она приехала первый раз в наш город. Очень жалко, что мы вас не познакомили с городом. Я думаю, может быть, это в будущем. Проездом-то я была. Просто я сегодня больше трех часов в один экскурсию по городу. Ну вот если бы так случилось, да, мы могли бы вам показать город. Но я думаю, это в будущем. В будущем. И город летом, весной у нас еще особенно расцветает, поэтому мы бы хотели вам его показать. Но уже приятно, что вы в библиотеке. Городская библиотека имени Екатерины Романовны Дашковой сегодня станет вот этим гостеприимным залом для вашего концерта. Спасибо. Зоя Ивашенко, я знаю, что лауреат очень многих всевозможных премий, конкурсов. Но такой скромный человек, она мне не дала перечень своих лауреатов. Поэтому, если у вас будет желание, вы сами расскажете о ней. На самом деле, это совершенно неважно. Ну, может быть, да. Может быть, конечно. Вообще неважно. Тогда все. Мы предоставляем. Здравствуйте. Я очень рада здесь быть. И очень рада, что полный зал. На полном зале всегда артисту приятно. Приятно. Поскольку у нас сегодня такой вечер знакомства, я программу составила таким образом. Я вам пою первые 10 песен. И потом прерываемся, вы задаете свои вопросы, я вам отвечу. Кому-то будет интересно, что расскажу о себе, отвечая на ваши вопросы, чтобы потом был более полный. Потом я еще вам пою сколько-то песен. И опять мы прерываемся на беседу. Ну, и потом уже финальный, собственно, блок. Вот так. Причем тематически эти блоки, конечно, разделены. Первый блок, ну, когда мы были молодые. Вот. Первый блок, то, с чего, собственно, началась я как автор. Исполнитель я сначала была исполнителем авторской песни, а потом начала писать свои песни. И сегодня я вам покажу авторскую программу, свои песни, потому что вы их не знаете. Узнаете, надеюсь, вам понравится. И будет, вы знаете, ведь о каждом артисте можно сказать, как о человеке, если послушать его стихи или его песни. То есть это наше сокровенное, то, чем мы делимся с этим миром. Каждая песня, собственно, это рассказ обо мне. Я-то думала изначально, что я вот прямо исполняю и исполняю песни. А потом поняла, что первую песню я написала в 11 лет. И вот, собственно, с нее сегодня и начнем, поскольку погода благоволит. Зима, зима, красавица, хозяйка белоснежная. Одной тебе не справиться с метелью снежною. Метет пурга грезая, все снегом замела, И инеем завесила полосочку окна. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Над реками ковала зима, ледяные мосты. Деревья одевала в пуховые платки. Позелку серебристую зима гнала в леса, И звездочки искристые светили в небесах. Когда придет весенний день и зазвенит капель, Отдав свои владения, с трудом уйдет метель. И заключив с весною мир, зима покинет край. Придёт в далёкие леса, А здесь уж будет май. Придёт в далёкие леса, Когда здесь будет май. Придёт в далёкие леса, Когда здесь будет май.